На очередном заседании аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации претенденты на руководящую должность представили свое видение дальнейшего развития вузов. На правах постоянного члена комиссии в ее работе также принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Членов комиссии интересовало, какой вклад собирается внести тот или иной университет в развитие системы высшего образования страны, а также реального сектора экономики регионов. Праздник весны или китайский Новый год – главный и самый длинный праздник в Китае, который приходится на смену времен года. Самой важной традицией праздника весны считается воссоединение семьи для торжественного ужина. Даже те, кто живет в другом городе или стране, возвращаются на это время домой. Но пандемия внесла свои коррективы, в том числе и в жизнь китайских студентов Казанского университета. Однако это и не помешало им отметить главный праздник одной страны. Смотрим. В теплой, дружной атмосфере в кругу друзей и соотечественников китайские студенты Казанского университета не забывают традиции Родины, откуда в честь праздника весны пришли подарки. Сотрудники Генерального консульства Китайской Народной Республики подарили студентам медицинские маски, антисептики, конфеты и открытки. Китайское правительство уделяет большое внимание, здоровье и жизни всех наших китайских студентов, которые учатся за границей. Хотели напоминать всех вас, уделять внимание, соблюдать все правила, то есть нас и дистанции. Поздравил студентов и проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев. Это действительно очень важно для студентов получить весточку из своей страны, от своей семьи и понять, что вы всегда вместе и о вас всегда помнят. В этом году у нас такое важное событие. У нас Китай вышел на второе место по количеству иностранных студентов в нашем университете. Мы рады, что китайские студенты выбирают наш университет, что он для них интересен, важен. И мы надеемся, что это будет продолжаться при поддержке консульства и при доброй воле Китая и иностранных студентов, которые придет к нам. Студентам пожелали хорошей учебы и успешной сдачи экзаменов. Встречу завершили памятным фото. И, конечно, мы очень соскучаем. Семья, родители. Я уже долго здесь. Например, я уже больше, чем года в Россию никогда не уходила. Но все равно сейчас мы тоже все в порядке. Все студенты очень рады, что получили подарок. И здесь хорошо учиться, и здесь жить тоже нормально. И наши университеты вообще очень суперские. Напомним, это уже не первый раз, когда китайским студентам проявляют подобное внимание. С начала пандемии им уже несколько раз передавали средства защиты.